Рай в шалаше это точно не про это место. Шалаши тут действительно есть, однако используются они для проведения тематических мероприятий. В остальном же парк отель Орловский это современный комплекс со своей историей и неповторимой атмосферой. Создавался он для загородного отдыха вблизи столицы. Тут более 20 гектаров облагороженной территории. Раньше на ней проживание было возможно в деревянных корпусах. Теперь появился новый каменный. В этом году у нас большое знаменательное событие. Мы открываем новый гостиничный комплекс на 74 номера. Номера разной категории будут рассчитаны и на семьи с стандартным достатком. И это стандартные номера. Плюс конечно будут элитные номера, номера с индивидуальным дизайном. Мы решили посмотреть номер для семьи со стандартным достатком. Отправляемся внутрь. Поднимаясь на лифте беседуем с постояльцами отеля. Я была во многих странах, отдыхала в отпуске. И я бы сказала, что этот отель даже на уровне. С чем можно сравнить? С какими странами? Ну я была на Бали, на Мальдивах, на Сейшелах. Номера просторные, светлые, в которых все сделано для того, чтобы постояльцы чувствовали себя максимально комфортно. Рядом с номером знаменитый Екатерининский зал, в котором можно проводить балы, достойные императорских. Его часто арендуют под свадьбой. Сейчас проходит подготовка к очередной из них. Пока дизайнеры и официанты колдуют над интерьером, Юлия присматривается к Екатерининскому залу. Ведь у нее тоже скоро свадебное торжество. Я слышала, что есть сервис на высоком уровне, что немаловажно при проведении мероприятия своего. Также я живу недалеко здесь. И еще здесь место богато историей. А я люблю историю, с детства ее изучала. Покидая новое здание отеля, в фойе мы встретили молодоженов, которые только вчера отпраздновали здесь свадьбу. Жених оказался итальянцем. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Когда мы решили жениться, мы объехали несколько мест в окрестностях, потому что я живу в Щербинке, недалеко от Щербинки. И остановились на этом месте, потому что нам понравилась природа, расположение, очень красивое место. Недалеко от корпуса пляж. И хоть вода не средиземноморская, но песок точно оттуда. Белый и мелкий, совсем как на пляжах Туниса. Ну и, конечно же, зоопарк. Как не сказать о его питомцах. Лось Яша местный. Маму застрелили охотники где-то в подмосковных лесах. Его тут буквально выходили. Ламы и страусы гости издалека. А вот медведь Миша тоже россиянин, уроженец бескрайней тайги. Ну и, конечно же, орлы. В Орловском их два. Извояние из дерева и настоящий живой. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.